Я, я не понимаю, серьезно, да с ютубом жу. Ну какая-то полная параша. Я бомбил, я выкладывал видео, я предоставлял объяснение всего. Я думал, ну блин, две недели, ну ладно, полторы недели у вас для того, чтобы пофиксить это дерьмо. Они делают еще только хуже. Сейчас, наверное, объясню. Давайте, давайте объясню вам и расскажу. Ну, во-первых, я сегодня выложил новое видео в 13.00. Посмотрим же, во сколько пришло оповещение в 13.16. То есть 16 минут мой видос набирал по 20, ну от 10 до 20 просмотров в минуту. Это, ой, извините, нереально это на канале с 200 тысячами подписчиков. Ну я вам серьезно говорю, ну как бы очевидно, то что на таком канале должно быть гораздо больше просмотров. Тем более сейчас каникулы. Тем более, ну блин, я выложил в нормальное время. Все только проснулись. Я всегда выкладывал. Я уже год этим активно занимаюсь. Чеканием статистики и все такое. И вот такой шлаг происходит. Приходит оповещение поздно. Я сейчас смотрю, как-то странно. Шли же нормально просмотры, потом обычно за первые часы должно быть все одинаково. У нас же за первые часы все ниже и ниже. Я думаю, ну что это такое, почему это? Тут мне скрепка пишет, говорит, ё-моё, а у него счетчик, короче, на столе стоит. Я сейчас попытаюсь найти, хотя не факт, что у меня получится. У него счетчик на столе стоит, он сделал себе, где просто подсчет подписчиков у него идет. И у него там то ноль, то его подписчики. То ноль, то его подписчики. Обновляются каналы. Тут мне еще этот, лимончик пишет. Йоу, здорово, типа у тебя ютуб не лагает? Я такой, в смысле? Ну нет. И тут я захожу на ютуб, посмотрите, что мне выдает. Это может быть, да, может быть я сейчас перезагружу страничку, может быть это провагивание. Ааа. Нет, я перезагрузил страничку, ребят. Что это такое? Я объясню, почему меня из-за этого так бомбит. Потому что люди, которые сейчас заходят на ютуб, которые потенциально могут увидеть мои ролики, они видят вместо моих роликов и других роликов вот это вот. Вот это дерьмо. Полторы недели. Один из самых популярнейших сайтов вообще в мире. Он, по-моему, на третьем месте. Там первый фейсбук идет, второй гугл, третий ютубе. И что вот это вот? Что это такое? Люди не могут просто, о, загрузилось. Ну а вдруг кто-нибудь зайдет, ну не посмотрят же видосы. Я теряю аудиторию тупо из-за того, что летом, когда самый огромный наплыв, ребят, летом все ютуберы, открою вам секрет, потеют, как тварины. Все такие потные. Выкладывают видосы, чтобы летом набрать побольше подписчиков. Пока все отдыхают, пока всем нечего делать, все смотрят ютуб. Естественно, все пытаются больше видео запилить. И в итоге происходит вот такое. Как бы посмотрите, вот шло тут нормально, нормально. И почему-то вот диагональ я четкую могу провести вниз. И почему-то в это время лагал ютуб. Вот оно, оно все перед вашими глазами. Бомбит. Ну просто взрывается. Пукан. Так вот, короче, я на второй канал выкладываю видос, за первый, ну, оповещений, естественно, нету. За первый час 3000 просмотров, за второй час 1000 просмотров, за третий час 1000 просмотров. Да, я, да. Ну, а потом уже за четвертый час 10 тысяч просмотров за час. Да, да, да. 10 тысяч просмотров. И вот так вот идет. И набрал в итоге. Так, я с основного канала смотрел, я говорю, с основного канала смотрел, нет оповещений. Короче, по центре. Я еще кое-что узнал Прикол такой Я вам показывал бота вконтакте Который оповещает Он оповещает когда вот В фиде высвечивается видос Обычно это должно происходить как бы сразу Прямо после выпуска видоса Но сейчас такого не происходит Потому что в фиде изначально видос не высвечивается Либо у всех вот так вот лагает фид Но работают Колокольчики Колокольчик сработал Где-то через За минуту после Или две минуты после выхода ролика Да две минуты после выхода ролика Поэтому ребят если не хотите пропускать Мои ролики на этом на основном канале Не важно сейчас вообще Практически везде я вам советую Заходите на свои любимые каналы И ставьте колокольчики Потому что может быть это будет Ваш вообще единственный способ Посмотреть чей нибудь видос Спасибо за внимание держу в курсе И до свидания